Всем привет, я Даниил Шубин. Я Иван Стрелевский. Я Иван Деловой. Я Родион Жюшенко. Я Арсений Стоянов. Я Северослав Кривун. Я Ольга Славдов. Я Ярослав Кривун. Я Дарья Кремюркина. Сегодня мы вам покажем, как выполнять прием задней подножки. Существует несколько видов задней подножки. С движением вперед, назад, потом поднял. Сейчас мы разберем заднюю подножку с шагом вперед. И вот захват за руку между лопаток сверху. Для того, чтобы выполнить этот вид задней подножки, мы делаем шаг вперед с одновременной работой. Одну руку мы прижимаем к себе, а другой поворачиваем его спиной туда, куда он будет падать. Ставим подножку своим коленным скипом к его коленному скипу. Доворачиваем его и бросаем. То же самое с разносторонним захватом. Существует три варианта работы рук и разносторонним захватом на броске задней подножка. Первый вариант мы вам уже показали. Второй вариант мы дадим ему кулаком в плечо. И третий вариант мы дадим ему кулаком в плечо. Сейчас я вам покажу вариант, когда мы дадим ему кулаком в плечо. Тоже самое. Задняя подножка с падением с разносторонним захватом. Задняя подножка с падением с разносторонним захватом. С разносторонним захватом на спину и на одной стороне. Задняя подножка с падением с разносторонним захватом на шею на разносторонним захватом. С разносторонним захватом на захват садную ногу. Когда мы идем по первому зону с собой? Когда бы толкал подъем? Ставим переднюю подсечку, ставим его рядом с собой и делаем заднюю подножку с подъемом. Ставим переднюю подсечку, ставим его рядом с собой и делаем заднюю подсечку. Ставим переднюю подсечку, ставим его рядом с собой и делаем переднюю подсечку. Ставим переднюю подсечку, ставим его рядом с собой и делаем заднюю подсечку. Всем удачи! Приходите к нам заниматься в секцию джудо города Майкиев 2-й спортивной школы. Продолжение следует... Продолжение следует...